Все люди лгут. Если они говорят, что никогда не лгут, значит, они вам опять лгут. Мы обманываем, даже не всегда задумываясь над этим. Например, если нас спрашивают, отправили ли мы письмо с презентацией, мы говорим «да» и отправляем его в этот момент. Если жена о вас спрашивает, купили ли вы сахар, вы говорите «да» и возвращаетесь обратно в магазин. Если подруга спрашивает, нравится ли вам ее новое платье, а вы терпеть не можете этот цвет, но скажите «да», чтобы ее не обидеть. Таких примеров может быть миллион. Статистика лжи приблизительно такова. 80% людей брут каждый день, 65% считают, что врать хорошо во благо, чтобы не обидеть собеседника. Чем выше статус у человека, тем чаще он лжет, а чем человек старше, тем лучше у него это получается. Ложь. Так что же такое ложь? Ложь – это когда мы осознанно говорим то, что противоречит действительности. Она может быть придуманной или спонтанной, маленькой или большой, невинной или подлой, распознанной или нет. Иногда одна ложь лечит за собой другую, так пока лжисть не будет пойман. Мы лжем всегда и везде, даже играем в покер или любую настольную игру. Существует целая наука о том, как распознать даже самую незначительную ложь. Ведь когда мы лжем, мы об этом знаем, и наше тело непроизвольно подает сигналы. В психологии лжи можно полноценно считать наукой, так как она включает в себя множество факторов для распознавания лжи. Это и сала собеседника, и тембр голоса, и мимика, и жесты, и поза. И лишь собрав воедино все эти маркеры вы сможете уличить обманщик. Даже самые искусные лжецы делают проколы, хотя бы минимальные. И в этом видео я вас научу их отлавливать. Нет оригинальных лжецов, все мы лжем одинаково, делая одни и те же ошибки. Когда человек лжет, он старается учитывать все. Но все учесть ему не удастся. Досмотрим поочередность, которую мы контролируем в себе во время лжи. Слова, тембр голоса, мимика, жесты и поза. Именно в такой поочередности мы контролируем все эти факторы. Слова, это, собственно, и есть наша ложь. Люди стараются, чтобы их история выглядела максимально убедительной, и очень часто у них получается заранее придумывать план своего рассказа. Хороший лог, может быть, попросить собеседника повторить свой рассказ в обратном порядке. Если лжец рассказывает вам, как он провел день, то повторить в обратном порядке он не сможет. До того, как поехать в Шмитциновский институт, я... Как я уже говорил, я читал. И... Это происходит потому, что мы репетируем свою ложь в правильном порядке, и рассказать ее в обратном без тренировки крайне затруднительно. Но если бы это была правда, ничего сложного в том, чтобы вспомнить, что вы делали на протяжении всего дня, нет. Также можно отловить спонтанную ложь, задавая наводящие вопросы. Рано или поздно лжец запутается в своей же истории. Тембр голоса Тембр голоса Именно нам тараторить, так сказать, заполнять эфир. Но важно помнить, когда мы лжем, мы нервничаем. И по голосу это можно легко распознать. Голос может слегка задрожать, лжать может начать нечетко выговаривать слова, путать окончания, повторяться, или же вовсе начать несколько заикаться. Мимика заняла почетное третье место. Ее крайне тяжело контролировать в целом, и невозможно делать это постоянно, так как проколы будут даже на долю секунды, даже у самого лучшего ворона. Но тем не менее, любой обманщик старается выглядеть уверенно и не выдавать свои истинные эмоции. При подаче ложной информации человек в той или иной степени нервничает, так как боится быть разоблаченным. Лжец старается заморозить свою мимику, чтобы не было видно обману. Мы считаем, что улыбка собеседника выражает доброту и искренность, но лжец он помогает скрыть свои истинные эмоции. Волнение и страх быть разоблаченным. В таком случае важно уметь распознавать искреннюю улыбку и нет. На следующей картинке вы видите два фото улыбающегося человека. Попробуйте распознать искреннюю и наигранную улыбку. Наигранная улыбка на первом фото. При искренней улыбке у нас появляются морщинки возле глаз, морщинки, идущие от крыльев носа к области за уголками рта и немного приподнимаются щеки. По лицу пробежала тень. Первая реакция человека на неловкий вопрос займет до двух секунд. После лжец соберется, и его лицо примет какой-то добродушный и радостный вид. Но правду нужно искать именно в те пару секунд. Также у лжецов во время вранья иногда меняется частота моргания. Можно наблюдать несоответствие слов и мимики. Когда человек рассказывает трогательную до слез истории, но при этом его лицо выглядит уверенным и расчетливым. Сюда же подходит и закрытая поза, и подергивание ногами, и дрожащие руки, и перебирание пряди волос. Жестов, выдающих обман, может быть огромное количество. Но могут быть и те, кто не делает каких-то конкретных жестов, когда они нервничают. Но тем не менее мы контролируем слова и забываем о жестах. Мы словами говорим «да», но при этом жестами показываем «нет». Мы говорим очень убедительную историю, но при этом пожимаем плечами. Хочется отметить, что лжецы при ответе на вопрос собеседника чаще могут отводить глаза, опускать взгляд в пол, задумываться или же вовсе стараются не смотреть особо на собеседника. Так званый бегающий взгляд считается одним из признаков лжи. Это происходит, когда собеседник не очень хорошо умеет обманывать, и ему тяжело скрывать, что он нервничает. Но опытный лжец, наоборот, будет смотреть в глаза чаще обычного. Он будет пристально наблюдать за реакцией собеседника, дабы быть уверенным, что ему верят. Про лжецов появляется легкая улыбка на лице, она возникает тогда, когда лжец видит, что ему верят. Поза лжецы выбирают чаще всего закрытую, или же сидя, наоборот, стараются несколько отодвинуться. Также лжецы могут вести себя несколько скованно, не демонстрируя привычную им жестикуляцию, и, возможно, даже будут стараться прятать свои руки. Так давайте разберемся, почему же мы на самом деле лжем. Всем нам в детстве говорили, что обманывать это плохо, но, несмотря на это предостережение, мы наступаем на одни и те же грабы. Все мы хотим быть хорошими мужьями, женами, лучшими специалистами в той или иной сфере. Хотим быть богаче, умнее. Соответственно, лжь – это возможность соединить желаемое с действительными. Иногда это единственная возможность прикрыть нашу неудачу, чтобы казаться лучше, чем мы есть на самом деле. За день вам могут солгать от 10 до 200 раз, в большинстве случаев это будет невинное. Ложь снажна, она настолько вплечена в нашу жизнь, что стала частью нашей культуры и истории. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами была Малинэ. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok